ой слышу опять тут ругаются дерутся вот был у нас ну немножко там что дарина не хотела сидеть там середине назад хотела я такая еду сегодня и думаю всю дорогу у меня там было несколько вопросов например почему вообще дружит ли дарина и саша есть у них общие там язык или часто там бывает меня спрашивают там расскажите там о характерах девчонках или как мы находим ну вот девчонки уже подростки например и кто-то там спрашивает как вы с ними ладите очень часто подростков уже бывает там кризисы всякие как я нахожу общий язык и вот я еду всю дорогу и думаю мне бы очень много хотелось рассказать о даринином характере об алинина ну и обо всех девчонках конечно взаимоотношения между друг дружкой между детьми и папой между мной и узнаете я все думаю там что я боюсь что-то рассказывать я бы очень много хотела рассказать о моем детстве как я жила кто нас давно смотрит знают о том что родители у меня очень сильно пили и я боюсь что-то рассказывать потому что это потом все вылиться в то что зачем вы это все выносите на зрителям все это рассказываете как я немножко немножко только рассказала о том что наши родные на украине там в украине живут там сложно что там работы нету и тоже никто-то там и зрители пишет зачем вы это говорите зачем вы семью сюда чужую как бы приплетаете опять же хочу сказать что очень многие зрители например часто там пишут даже сегодня вот спросила с каким весом девчонки родились но от настя женя и саша родились с нормальным весом около трех там дарина маленькая два с половиной килограмма и ростиком там по 45 сантиметров алиночка тоже маленькие родились дарина в три года было еще меньше чем тома вообще маленькая весила 9 килограмм но это очень в три года это очень мало ну и вот не зрительница пишет расскажите как бы что и как бы они хотят уже девочек взять но боятся то что маленький росту детей маленького роста бояться совсем не надо он дариночка маленькая была сейчас он какая большая красавица или алишенька например да она маленькая была сосать не могла мы с ложечки выкармливали маленькую выкармливали с ложечки самое главное я в комментариях там написала чтобы здоровые были даже небольшие проблемы у женщины например проблему сердцем были но врач нам сразу сказала что к году это закроется но я хочу сказать что я тоже в комментариях писала что хочу настоять на том чтобы жене еще раз сердце проверили и мне нужно проверить его на сахар вот на очень ей постоянно жарко как она покушает намного воды пьет и у нее два раза по моему уже выходило что высок сахар немножко высоковато как бы надо мне вот прям на этом заострить внимание приедем надо будет заниматься сашей больницу надо крайняк ложится со зрением и весной не ложились вот дариночка часто спрашивают брекеты брекеты на осень обязательно если нам этот вирус к вид не помешает но мы должны уже нынче поставить дариночка брекеты она конечно побаивается но потерпит конечно вы потом красавица вот и по поводу того что а взаимоотношениях детей я говорю я боюсь рассказывать и но раз даже начну что-то там начну там о своем детстве или еще что-то или например что-то там а тоже дариночки или там а какой сложный характер у саши я вырезаю это потому что опять начнут меня клевать зачем вы о детях это говорите вот у вас опять же у нас канал специфический я еще раз говорю что многие хотели бы знать как это но опять я даже не знаю как рассказывать об этом еще тем более при детях дочь идите папу разбудите пойдем кушать мы сейчас мы будем кушать вот так да вот и в общем не знаю не знаю уже наверное в течение года может быть даже я стараюсь вообще ничего не говорить вот чисто снимаю мы то приготовили мы то поели очень любят люди смотреть как мы ходим по магазинам наши шоппинги вот это вот все а а взаимоотношениях об характерах и что-то там специфическое именно нашей семье я стараюсь не говорить мы все ладим и мы все друг другу помогаем где вы лазите ладим ну конечно прям рассказала коротко и ясно ага а помогать не помогаем ладим ну конечно нет и конечно что там раз вот складывается ощущение что дети не капризничать не ругаются даже оля нестерова мне вот пишет ой вы девчонки так хорошо съездили томочка не капризничать ничего не капризничает вы знаете как бывает какой ор и крик потому что мы люди у нас у каждого свой характер мы устаем мы ругаемся дарина например алину нечаянно за волосы раз-два в машине 3 алина аж не вытрепила хотела там драк я тебе сказала не трогай мои волосы короче да и поэтому не не знаю как мне бы конечно хотелось хотелось поделиться но честно боюсь боюсь потому что и была ситуация да я даже вообще внимание на него не обратила что дарина не хочет сидеть впереди алина тоже не хочет все хотят сзади поспать в общем влетела алине какая она плохая какая наглая оказывается и в инстаграме там же навтыкали всяко-разно и как об что-то рассказывать да ну и в общем вот так вот получается что хотелось бы немножко потому что все равно вот видео выходит все равно на характер детей у нас все равно не раскрыт полностью вот ну как бы не показан конечно очень часто пишут вы могли бы вырезать этот инцидент что а что тогда я должна показывать что я не знаю уже ладно наболела как бы я говорю я всю дорогу думала что могла бы там рассказать что нибудь там и никак кушать пойдем все пойдемте кушать а то уж тома тоже пойдемте кушать пойдемте кушать а алина уже хочет всех быстренько помыть и отдыхать так все пойдемте кушать саша у нас как всегда взяла пустые макароны алина вообще только салат с морковки и все женичка взяла такую же картошку с подливкой дарина гречку с котлетой папа тоже картошку с подливкой салат вот с томочкой напополам поем сейчас покушаем уже пойдем тоже мыться и отдыхать мотель называется сова хозяин или хозяйка видимо очень-очень так красиво мне очень нравится как настоящий дизайнер все сделано посмотрите видите тут как картинки разные все подобрано по цвету вот видите шторки и вот такой вот кожаный диван то девчонки нюхают это так все вкусно пахнет тут картины всякие красивые видите как все ты сидишь на диванчике настоящие цветы вот тут можно что-то купить здесь вот тоже тут номера уже тоже заняли это ты это тоже так осторожно ступенька но так санечка ничего там сильно не трогай на папочка откроешь ты твой номер сумела открыть я поскользнулась больно так все я пойду сейчас у девчонок сначала одежду им приготовлю что они после душа будут одевать посмотрите тут плитка зеленая и шторы вот такие а у нас а у нас плитка красная и шторы красные я уже говорила все как подобрано мы видите как будем в носках и потому что мы не переодевались вот чего у меня я подскользнулась на грязи так ладно я вам сейчас одежду приготовлю нужно намылись переоделись да красота девчонки там все моются пошла к ним хотела попрощаться они там моются поэтому мы с томочкой будем говорить пока да тома что ты скажешь нашим зрителям всем пока пока правильно всем до свидания удачи да тома пока пока